Напряглись! Начали! И выдох! За 4 года это увлечение переросло в самое настоящее движение. Его основатель Владимир Федотов на собственном примере знает об уникальных свойствах этой методики. 10 лет назад у него практически отказал позвоночник. Совершенно случайно ему попалась книга грузинского спортсмена Звиада Арабули, в котором рассказывалось об этом виде гимнастики. Буквально за 2 года он полностью избавился от всех болезней. Мы это единый организм. И тренируя отдельные части тела невозможно быть здоровым. Потому что все у нас взаимосвязано. И вот эта гимнастика ходу, она именно позволяет развивать все части тела, все органы. А главное это конечно же нервная деятельность. Организовать клуб энтузиастов оказалось непросто. Сначала в группе занимались всего 5 человек. Теперь же здесь более 200 единомышленников. Это по-настоящему спортивная семья. Ведь спорт не только оздоравливает, но и сближает людей. Действительно, они кроме того, что здесь соединяются, на все общественные мероприятия, допустим, на субботники, они всегда активно участвуют. То есть приятная для меня, также для жителей, их активная позиция. То есть они всегда откликаются на... Они были и волонтерами, и участвуют в разных акциях муниципалитета, также и совета. Поэтому приятное направление. Всем советую присоединяться к этому движению, заниматься здоровым образом жизни. Как в каждой семье, здесь коллективно отмечают и праздники. Елене Владимировне Ширяевой сегодня исполнилось ровно 75 лет. Так случилось, что ее день рождения совпал с Днем освобождения Анапы. Именинница этим очень гордится. Говорит, что это знак. Я счастлива, я рада, что наш город расцвел, обогатился. Люди стали красивыми, приветливыми, трудовлюбивыми. Я тоже здесь живу очень давно, тружусь и горжусь, что я живу в таком интересном очень городе. Занятие гимнастикой проходит три раза в неделю в понедельник, среду и пятницу с 8 утра в Ореховой роще. С наступлением холодов они продолжатся по адресу Самбурово, 52. Руслан Душевский, Анапа, регион.